В эфире передача о строительстве. Строим Татарстан. Дома и дороги, промышленные объекты, строительные материалы и люди. Эксперты отрасли. С вами Гульнас Мениханова. Здравствуйте. В строительной сфере всегда множество непростых задач. Ведь строительство – сложная отрасль, которая постоянно совершенствуется и требует новых идей, методов и подходов. Только при активной работе слаженной единой команды можно успешно воплотить масштабные проекты и сохранить впечатляющие темпы комплексного развития, которые мы наблюдаем в нашей стране. В строительной отрасли Татарстана в этом году в октябре исполнится 100 лет. Ввиду прошедшего в это воскресенье дня строителя, подведем некоторые итоги строительного сезона в республике. О темпах жилищного строительства в республике и реализации республиканских программ по возведению объектов социального назначения доложил в прошедшую субботу на совещании в Доме правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Он сообщил, что на сегодня в республике построено 1 млн 596 тысяч квадратных метров жилья. Это более 103% к уровню прошлого года. Годовой план по строительству жилья выполнен на 60%. Порядка половины от годового плана приходится на коммерческое жилье. Площадь сданных к настоящему времени 77 многоквартирных домов составляет 531 тысячу квадратных метров. Это 42% от плана. Из строящихся 87 жилых объектов 48 домов находятся в высокой стадии готовности. Степень готовности 22 характеризуется как средняя. Менее чем на треть готовы 17 домов. По программе социальной ипотеки построено 86 домов площадью 107 тысяч квадратных метров. Всего до конца года необходимо построить 161 соципотечный дом на 280 тысяч квадратных метров. Еще 42 дома близки к сдаче. Самыми быстрыми темпами идет строительство индивидуального жилья. К текущей дате запланированные показатели выполнены на 85%. Готовы 7099 домов. Но это ситуация на 2021 год. На днях министр строительства архитектуры из ЖКХ республики Татарстан Марат Айзатурин дал интервью о развитии строительства в Татарстане, где и рассказал о планах. Должны ввести в 2030 году уже 3-3,5 миллиона квадратных метров. Но реально это очень серьезная задача. На сегодняшний день если брать, мы вводим 2 миллиона 670, но непосредственно в 2021 году. В прошлый год у нас было 2,680. Задача серьезная. Мы к этому подходим. Но и к этому готовиться надо тоже очень серьезно. Готовить площадки, готовить инженерную инфраструктуру, готовить земли. Поэтому есть у нас планы, есть наметки, как мы это будем реализовывать. Для реализации таких масштабных задач рассматриваются несколько вариантов грандиозной стройки в столице республики. Если рассматривать саму Казань, то в Казани тоже есть. Мы сейчас рассматриваем, допустим, если брать там площадку Родина, у нас там вопрос есть с тепловодом. С тепловодом мы тоже статэнерго отрабатываем, чтобы статэнерго туда притащить тепло, статэн 1 притащить тепло. И там, в принципе, развитие на 2,5 миллиона квадратных метров. Если брать вторую площадку, которую мы тоже отрабатываем с РЖД, если у нас получится договориться, и РЖД найдет финансирование по переносу железной ветки с Казанского железнодорожного вокзала, Казани 1, так скажем, то там тоже открывается большая площадка развития под жилье. Третья площадка – это у нас портовая, там тоже огромная площадка, там тоже почти 1,5 миллиона квадратных метров. Ну, это то, чтобы брать Казань. Не Казань, не Единый. Жилищное строительство активно развивается и в пригородных зонах. Здесь есть свои проблемы и пути решения. Если брать уже за Казань выходить, допустим, брать Лаишский узел, да, в сторону аэропорта, это тоже огромная площадка, где до, наверное, 30-го года, если мы там сейчас отрабатываем проекты по инфраструктуре, по привлечению бюджетных кредитов, которые вот как бы, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, чтобы развивать строительство в регионах. Поэтому там, если мы эту площадку раскроем полностью, там почти 4 миллиона квадратных метров. Большой Зеленодольск у нас есть, развитие в сторону Зеленодольска. Это тоже огромная площадка, 9,8 тысяч гектаров земли. Там строй и строй туда, в ту сторону, да? Да, в ту сторону. Там у нас первый этап. Мы до 2025 года планируем, сейчас разрабатываем проекты по инженерной инфраструктуре. Там у нас до 2025 года 800-888 миллионов квадратных метров. Президент России Владимир Путин поручил Катмину и Центробанку Российской Федерации до 1 декабря обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов. Правительство Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых проектов индивидуальных жилых домов, говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиулина. Есть еще одна новость. С 1 августа в полном соответствии с чаяними Центрального Банка Российской Федерации новые нормы начнут охлаждать ипотечный рынок. Например, если первоначальный взнос по ипотечному кредиту будет ниже 20%, то повысится надбавка коэффициентом риска. Таким образом, регулятор рассчитывает сдержать темпы роста ипотечного рынка и его влияние на цены на недвижимость. Аналогичное повышение произойдет по ипотеке соотношением кредита или залога от 80% до 85%. При этом в ведомстве Эльвира Набиулиной допустили, что это не последнее ужесточение. Сегодня в России средняя надбавка для ипотечных заемщиков с первым взносом менее 20% составляет от 0,25% до 1%. Центробанки полагают, что повышенные надбавки будут меньше стимулировать банки выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом и позволят обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям. Напомню, ранее Центробанк неоднократно говорил о перегреве на ипотечном рынке и о том, что многие кредиты рискованные, поскольку не обеспечены в достаточной мере. На субботнем совещании в кабинете министров обсуждали не только вопросы жилищного строительства. Важную роль в жизни населения играют, конечно же, объекты социальной направленности. Министр заметил, что в части строительства детских садов работы выполнены на 71%, однако возведение 9 объектов идет недостаточными темпами. Марат Айзатурин призвал заказчиков и глав муниципальных образований уделить этому вопросу самое пристальное внимание. На 25 августа запланирована сдача общеобразовательного учреждения, построенного в Казанском ЖК «Арт-Сити» по федеральному проекту «Жилье». Оборудование в школу поставлено в полном объеме. Степень готовности школы на 1224 места, которая строится в жилом комплексе «Салават-Купере» по федеральному проекту «Современная школа» составляет 87%. Объект планируется ввести к отню республики. В настоящее время учебное учреждение принимает оборудование. В республиканскую часть федерального проекта «Жилье» в этом году заложено три объекта. Это реконструкция очистных сооружений на объекте жилого комплекса «Светлая долина» и строительство сетей водоснабжения в ЖК «Лето». Все три объекта находятся в Казани. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в который в этом году входит 49 объектов, работа выполнена на 44%. Кроме того, благоустраивается 8 общественных пространств, победителей конкурса «Малых городов». В Тетюшах это проект «320 ступенек истории» вдоль Патроицкой. В Менделинском районе благоустраивается парк имени Ленина, в Менделеевском – парк «Ушковские острова», в Нурладском районе – парк «Кондурча», в Бугульминском районе идет благоустройство прилегающей территории по улице Джалиля к центральному водоему, в Знакаевском районе благоустраивается набережная реки Черная, в Буинском районе – центральная площадь, в Мадыжском районе благоустраивается набережная реки Вятка. Строительно-монтажные работы на всех объектах закрыты на 45%. Работа по направлению экологии ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В рамках первого этапа реконструкции казанских очистных сооружений работы выполнены на 24%. Менее 3% от запланированного объема работ подрядчикам осталось закрыть на строительстве биологических очистных сооружений в селе Кощаково. Несанкционированная свалка в селе Прости Нижнекамского района является объектом накопленного экологического вреда. Ее рекультивация является частью федерального проекта «Чистая страна». Работы на объекте выполнены на 88%. Строительство станции водоподготовки в поселке Васильево Зеленодольского района предусмотрено паспортом федерального проекта «Чистая вода». Выполнение работ здесь составляет 55%. В Цитарстане кроме федеральных проектов реализуются также и республиканские программы. Так, строительство нового здания Чистопольской центральной районной больницы приближается к завершению. Подрядчиками освоено 90% от планового объема работ. Объект входит в республиканскую программу строительства и капитального ремонта стационаров. В этом году в республике строится 47 объектов первичной медицинской помощи. В их числе 42 фельдшерско-акушерских пункта, офис врача общей практики в Пестерчинском районе и 4 врачебных амбулатории. В рамках проекта здравоохранения уже сдан Центр детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани. На его строительство было выделено 2,2 млрд рублей из средств федерального и республиканского бюджетов. Обзаведется республикой и новыми культурными площадками. Запланировано строительство двух центров культурного развития в Зеленодольске и Елабыке, трех домов культуры в Кукморском и Менделинском районах и двух детских школ искусств в Казани. В рамках республиканских программ предусмотрено строительство 15 спортивных объектов. Заны 9 универсальных спортивных площадок и 2 лыжные базы. Незданными остаются 4 из них. Это крытые футбольные манежи. На 94% выполнена республиканская программа строительства зданий исполнительных комитетов поселений. В нее включены 13 объектов, из которых 5 уже сданы. 6 объектов предусмотрены паспортом программы строительства детских оздоровительных лагерей. Работы на одном объекте завершены. Объем реализованных программных мероприятий 35%. Из 16 объектов, входящих в программу строительства облучно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения, один объект в Камско-Устинском районе завершен. Работы ведутся на 13 объектах. Выполнены работы на 49%. Также министр доложил о реализации программ обеспечения жильем отдельной категории граждан. В этом году получателями жилья определена 741 семья. К настоящему времени завершена одна из четырех программ. Программа обеспечения жильем молодых семей. Муниципалитеты в полном объеме получили необходимые средства для предоставления жилья 49 семьям. По программе обеспечения жильем детей-сирот с Госжилфондом заключен контракт на 211 жилых помещений в 17 муниципальных образованиях. В категорию многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей, входят 47 получателей. Уже реализовано 26 жилищных сертификатов. По категории вынужденные переселенцы чернобыльцы и переселенцы с Крайнего Севера до конца года должны быть реализованы 9 сертификатов. Повышение цен на строительные материалы – тема номер один в этом строительном сезоне. Стоимость строительства объектов увеличилась в год в среднем на 5-7%. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Тарасан Маратай Затурин в программе «Интервью без галстука» рассказал о том, что если брать национальные проекты, которые реализуются Минструем, то 10 из 12 миллиардов рублей, выделяемых на их реализацию – это федеральные средства. В федеральном центре говорили, что будет некоторая компенсация. Что касается республиканских программ, то здесь проще. В конце прошлого года подрядчикам были выданы авансы, чтобы они могли оплатить большую часть материалов. По словам министра, сейчас власти республики ведут переговоры с федеральным центром, чтобы получить компенсацию за удорожание в части реализации национальных проектов. Также Минстрой работает с девелоперами после значительного роста цен на жилье. Рынок диктует цены, есть спрос, предложений мало, поэтому цена растет. В настоящий момент застройщики тоже испытывают трудности. Сегодня в Татарстане возводится 204 многоквартирных дома. 70% застройщиков работают по эскроу-счетам, 30% по старой схеме. Деньги, лежащие на эскроу-счетах, не могут использоваться в дальнейшем развитии. Это замороженные деньги. То есть пока компания не сдаст дом, получить свой заработок она не может. Сегодня произошел скачок цен, повысился спрос, да и ипотека многим развязала руки. Но застройщик не может начать строить новый дом, пока предыдущий не сдан в эксплуатацию. Помимо этого, констатировал министр, Татарстан в период пандемии столкнулся с дефицитом рабочих для строек. Дефицит рабочих рук существует, это не секрет. В прошлом году было сложнее, особенно с каменщиками. Но теперь границы для некоторых союзных государств открыты, уже легче. Кроме того, рабочие Татарстан начали проезжать из других регионов России. Если раньше упор был на узбеков и таджиков, то сейчас есть рабочие, например, среди белорусов. Что касается программы аварийного жилья, то в этом году расселением занимаются только в Казани, поскольку на город приходится основная доля аварийщиков. В ближайшие два месяца в новые 100 квартир в Салават-Купыре переедут 294 человека. В целом по республике остается еще 11 тысяч квадратных метров ветхого жилья в восьми районах. Сегодня формируется заявка ускоренного расселения следующего этапа. И дальше будут расселять жилье в сельских районах. Это порядка 130 квартир. Строительство частного и многоквартирного жилья неразделимо связано с транспортной доступностью. В Казани и вокруг нее хотят построить платные трассы. Это уже не слухи, а идея с расчетами. Казань находится в кольце пяти районов – Высокогорского, Зеленодольского, Пестричинского, Верхнеуслонского и Лаишевского. Были изучены все 10 выездов и заездов, и стало понятно, что пять из них нуждаются в коридорах-дублерах. Дорог внутри города тоже не хватает. Есть цифры, которые убедят вас в этом. Соотношение площади дорог к площади Казани чуть больше 1%. Плотность уличной дорожной сети города Казань в разы меньше относительно других городов. То есть дорог в Казани мало. Для сравнения, в Нью-Йорке 12%, а в Париже 15%. В планах 63 километра платных валютных трасс, которые будут изолированы от городского потока. Валютные, потому что ведут за пределы города Казань. Они могут быть одноуровневые или эстакадные. Их соединят, чтобы можно было беспрепятственно добраться из одной части города в другую. Это еще 17,5 километров новых дорог. Между Дербышками, Горьковским шоссе, Мамадышским и Оренбургским трактами поделится почти 40 километров новых эстакадных трасс. К примеру, Дербышки. Без эстакады в час пик ехать 48 минут, средняя скорость 10 километров в час. Со эстакадой ехать всего 6-8 минут, средняя скорость 60-80 километров в час. Горьковское шоссе. Без эстакады в час пик ехать 42 минуты, средняя скорость 17,5 километров в час. Со эстакадой ехать всего 9-12 минут, при средней скорости 60-80 километров в час. Мамадышский тракт. Без эстакады в час пик ехать 7 минут, Средняя скорость 27 км в час С эстакадой ехать 6-8 минут Потому что эстакада увеличит путь на 5 км Средняя скорость 60 км в час Оренбургский тракт Без эстакады в час пик ехать 10 минут Средняя скорость 30 км в час С эстакадой ехать 6-11 минут Потому что эстакада увеличит путь на 6 км Средняя скорость 110 км в час Строить собираются в таком формате 50% федеральные средства, 30% инвесторы 20% Татарстан. Инвесторами могут стать государственные корпорации, частные компании, застройщики пригородного жилья и крупные банки. Осталось их только найти. Каждое второе воскресенье августа в России ежегодно отмечают День строителя. Этот профессиональный праздник обязан своему появлению генеральному секретарю СССР Никите Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС. Указ о праздновании Дня строителя был выпущен Президиумом Верховного Совета СССР в сентябре 1955 года. А первые советские строители отметили свой профессиональный день 12 августа 1956 года. 8 августа 2021 года российские строители отпраздновали его уже в 65-й раз. Всех причастных к этой созидательной профессии поздравляем с профессиональным праздником. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть жизнь будет наполнена счастливыми событиями, а удача совкусит во всех начинаниях. Строим Татарстан! С вами была Гульнас Миниханова. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова